...концитировать самого Владимир Владимировича в Советской России. Итак, до 160-х годов 19-х века на водительских нефтепропостах нефть перевозили на конкурсную лекцию, трубки, краски, трубки и колодки. Основатель и руководитель крупнейшей России и крупные нефтяной компании «Товарищи Спиратлино» предложил нефтепропосты для специально использования херма в 2-х лет соорудить своими силами нефтепропостной перекачки нефтепропостного завода. Атака в альбинске нефтепропостники не только по опланилим Митая Эк-Нобеля, но и талантливого реформатора на смех. Митая Эк-Нобель один пошел своим путем в Невзираемые технические заседения, а также начинивые властями и ученцев Митаяльска осуществил идею на собственный риск и страну. В 1878 году был царапируемый митикровод «Вапу». Я писал «Нобель», выстроил митикровод от Балаханов до «Пух», а оропщики, решившиеся промыслом, оропщики, помогающие господи, делали попытки его уничтожить и принудили меня держать на него в первое время страх. В 1877 году на промыслах стоило 3 копейки, а перевозка до Балаханов стоило от 8 до 20 копейки. Орок было более 10 тысяч. Ну, дело, наверное, по два конца. Менделеев при осмотре Сураханского завода Батинского нефтенового общества еще в 1863 году советовал построить трубопровод. Однако решение строить трубопровод было принято в 1878 году, как я сказал, и в Менделееве он прав в трубопровод, початная академия будущего, початная академия СССР, Владимир Гринопович. В Шуле сконструировано, а позже построил первый российский нефтепровод в Балатарских нефтепропусках на Чорном Паране. Нефтепровод был длинный 9 километров, диаметром 76 миллиметров, и перебрачивал в сутки 1300 тонн нефти, а в насосной станции был установлен по началу объем паровного насоса. Вот что писал об этом в 1886 году САМШИН. Первый нефтепровод по признаку был построен для товарища братья Ноги, диаметром 9-юема, длина 8 с половиной верст. Второй нефтепровод построен для январства 79-й, диаметром 3 дюйма и длиной 11 с половиной верст. В 1978 году тут построили первые резервы, а так, что это нефтепропускам на суде. Значит, нефтепропик, группик вновь и перебарчивал, не только собственным нефтепропускам, но и нефтепропикам производителей, взимая сначала по 5 копеек, а затем по 1,5 копеек с трудом. Такая филатропия объясняется не, так сказать, заслугами свободного года, а тем, что после принятия эксплуатации по пути Балахатской русской железной дороги последнее брало 3 копеек. В том же 1879 году переплющили еще 3 меропрохода по пути и переговорам в основе железных труб, и хотя они дороже чугунных, лучше удовлетворяют условно-полненькие личности, молодежности и контакты. Доборка дружинских патриотов в течение 15 лет без всякого ревноча показала, что трубы уложены слабые, полнообразные люди. Не оскажая это действие переменной гибратори, в 1897 году БАКу было 900 эксплуатационных спальций, с которыми подбывалось почти 7 миллионов рублей. А общая поделенность метрикала-патриотека-стихала это саунилась. Предстоительствием первых железных трубокодов шуму пришлось решать вопрос о техначении для детства, по метрикаводам в тысячу. По метрикаводам в яске нет. И они видят, с вами гидромеханика тех лет не позволяют решать задачи для течения не позволяют решать задачи для течения идеальной и не сжимательной жидкости. В результате исследований Владимир Владимирович пришел к этим выводу две формулы. Первая определяет зависимость расхода жидкости, которая здесь приведена от данного метрикавода, его длины и величины напора, а вторая дает значение оптиматной скорости движения жидкости в трубок, скорость в трубок, в которой он должна составить 3 фута в секунду. Перед составлением заявок на получение патента на сетчатые системы для покрытия зданий, Шухов опробовал конструкцию предполагаемого типа для покрытия на практике. Еще в 1890 году он построил две сводчатые оболочки для покрытия нефтеперекачивающей станции и, как тогда писали, нефтекачки в городе Грозов. Они были составлены из издобнутых по форме еписов за этот правдой поле. А заявку вы получите только в следующем санкционном выступлении. У меня все. Спасибо.